Опять, зачем хохочешь? А это нет. Ну почему? Ну нельзя, рот закройся. Ну почему не делится? Нельзя. Нельзя. Хе-хе-хе-хе. Что ты лягушка на болоте? Да, почти. Нельзя. Ну я тебе ничего не говорю. Ты сказала смешу, а еще нет. Ты над своими словами смеешься. Да. А это нет. Ты ненадежный человек, заметь. Наверное. Не так. Я бы еще старался сегодня проповедь. Игнать Игнатьевич, а вот ваша проповедь про женский род, что мы такие... Да почему же при рождении нас к ногтю и не убивают? А наоборот надо, Господь сказал, растить, отвечать за них. А-а-а. Правильно. Мы такие, сякие, разы такие. Прямо исчадя ада. Натуральная. Одна пишет, говорит, почему вы сказали, что женщина как смерть? Я говорю, не говорил. Соломон говорит, женщина горше смерти. Как смерть нету-то, а что горше смерти? Через нее мы все умираем. Она семя свое заселила у всех. Вот, вы понимаете, меня вот это убило. Теперь муж должен быть вверхи верующие настоящее животное. Я живу-то. Мне же давным-давно пора подохнуть, а я еще живу. Подохнуть. Верующие умирают во Христе. Ну, Игнать Игнатьевич, ну, Игнать Игнатьевич. Подыхает это, знаешь, подыхает кто? Это собака, животное. Вот по-немецки говорить, есть слово по-эссен, это кушать, а? Гриссен, это означает жрать в реступках, а скотине. Ой, Игнать, конечно. Ты свои слова к скотине не обращай. Ты христианка, православная. Полное крещение у тебя. Раслышь, я любовь не завоевываю. Так, сестра, на выход, выходи. Все, я позвонила, ждет. Ждет, я знал. Дело в том, что она, наш близкий друг, она никогда не откажет. Продолжение следует...